Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Всего один месяц остался до полной отмены налогового режима «Единый налог на вмененный доход». И в этой связи возникают вопросы, что же выбрать вместо ЕНВД? Как перейти на другой налоговый режим? На эти вопросы мы сегодня попытаемся найти ответы. Ответы будут искать гости нашей студии. Хочу их представить. Это Александр Белишев, руководитель нашего регионального управления Федеральной налоговой службы. Добрый день! Добрый день, Роман! И еще один наш постоянный резидент нашей программы Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Антон, добрый день! А вы можете задавать свои вопросы по телефону 3190. Если вас что-то интересует по НВД, 3190 вам из первых рук, что называется, услышите ответы. Все, что вам интересно спросить, но все как-то не дойдут ваши ноги до налоговой. Или вы не можете дозвониться. Всякое тоже бывает, потому что звонков туда тоже бывает немало. Ведомство очень востребованное, как у простых граждан, так, конечно же, у предпринимателей. Так, господа, скажите, много ли вообще налогоплательщиков в нашей области еще не определились с альтернативным режимом налогообложения? Почему так это важно сделать именно в эти оставшиеся уже сколько у нас? Буквально несколько недель. Меньше месяца. Уж совсем меньше месяца, да, 24 дня. Ну, по нашим оценкам, количество таких платильщиков еще достаточно велико. Это чуть менее 7 тысяч. Это значительная цифра. Соответственно, понимаем, что объем работы у нас в том случае, если они все обратятся сейчас с соответствующими заявлениями о выборе того или иного режима. На что мы очень надеемся, потому что не хотелось бы, чтобы люди неосознанно попали на общую систему налогообложения. Сейчас объясню, почему. Да, значит неосознанно. Неосознанно это значит, что желали попасть на спецрежим, а попали на общую систему. Спецрежим. В общем, это без поселения. Ну, это примерно где-то половина, да, Александр Евгеньевич, получается от тех, кто почти 14 тысяч в Миненке находится в нашем регионе. И я хочу заметить, конечно, коллеги, это серьезная цифра. По сути, это каждый четвертый Тверской представитель малого бизнеса, те, кто у нас зарегистрирован, находятся в едином реестре, который ведет Федеральная налоговая служба. Ну, надо сказать, что у нас традиционно, видимо, предприниматели до последнего, если это половина, тянуты в ожидании то ли чуда, то ли чего-то. Ну, с другой стороны, есть, наверное, здесь и наше какое-то упущение, потому что мы надеялись на продление. Мы, как институту полномоченного, неоднократно обращались с тем, чтобы и совершить продление, и увязать его с 2024 годом, с национальным проектом, потому что сейчас не самое в экономике простое время. И были обращения от субъектов предпринимателей, разных муниципальных образований, даже целой администрации тоже. Почему? Потому что это местный налог, да, который, ну, идет в местные бюджеты, что очень важно для местного самоуправления. Надо сказать просто тогда для телезрителей сейчас, что, ну, очевидно, что времени очень немного, выбор нужно сделать, и в ближайшие дни сделать его осознанным, ну, вот сейчас об этом, наверное, и поговорим. А вот немножко пояснить тоже, почему предприниматели надеялись, то есть в чем основные плюсы вот этого режима? Ну, мне кажется, понятно, что несколько раз было продление, и, ну, действительно, уже история с миненкой такая сложилась десятилетиями, да, в России. И самое главное то, что он очень простой в администрировании, и предприниматель, а в первую очередь это микробизнес, вот многие торговые организации, которых большинство и в нашем регионе тоже, он был, его удобно было администрировать, не нужно было там привлекать дополнительные пухгалтерские ресурсы, мне вот кажется, вот это основной такой момент. Хотя есть, наверное, другие преимущества тоже. А по какой причине, опять-таки, тогда его все пытаются, да пытаются отменить? Чем он плохо для государства? Или государство отменяет? Ну, я не могу сказать за государство. За государство, представляете, вы? Ну, этот режим вводился очень-очень давно, в то время, когда у государства фактически не было каких-то ресурсов для администрирования мелкого бизнеса, и вот был придуман такой режим, я вот привожу сейчас пример, это что-то типа самозанятых. То есть самозанятые – это некий аналог ЕНВД в то время, когда вводился ЕНВД. Сейчас это самозанятые, это совсем другой режим, рассчитан он на физических лиц, которые, ну, в первую очередь, не обладают статусом индивидуального предпринимателя, хотя не исключается возможность индивидуального предпринимателя применять этот режим, который не имеет наемных работников, у которого доход там чуть больше двух миллионов рублей в год, ну, вот что-то вот подобное. Соответственно, сейчас, после того, как прошла в первую очередь реформа ККТ, все данные, как мы уже неоднократно говорили, стекаются в облачное хранилище о произведенных расчетах, соответственно, есть понимание, какие выручки у наших предпринимателей. Соответственно, режим ЕНВД, он изживает себя, то есть организации, по сути, с 2021 года могут применять у нас только общий режим, упрощенная система налогообложения и единый сельхозналог. У предпринимателей выбора больше, помимо вот этих обозначенных режимов, это еще патентная система налогообложения, я думаю, что будущее в первую очередь за ней. Ну, и налог на профессиональный доход тоже, я думаю, будет еще раскрываться дальше и, соответственно, привлекать в свои ряды все больше платильщиков. Ну, мы благодаря данным, которые получаем из институционного центра ОФНС и транслируем некоторые цифры для бизнес-сообщества региона, видим действительно, что у нас активно граждане пользуются НПД, становятся самозанятыми. Уже, наверное, больше пяти тысяч легализовали свою деятельность. И было опасение, помните, мы, по-моему, даже в студии обсуждали, что, ну, традиционное опасение представителей органов власти, что будет ликвидация одних предприятий, регистрация новых. Так вот, там, по-моему, меньше 10% бывших, ну, самих действующих индивидуальных предпринимателей из этих пяти тысяч. Значит, ну, расчет оправдался, это именно очень важный такой инструмент по легализации, по выходу из теней. Вот, а что касается патента, соглашусь, ну, хотелось бы, конечно, увидеть региональный закон, который учтет все особенности вот этого перехода, учтет все проблемы, которые звучат к нам, предприниматели обращаются в ежедневном режиме с проблематикой, связанной с отменой ЕНВД. И вот, тоже в предыдущие периоды, может быть, не столь активно предприниматели пользовались патентом, да. Наверное, сейчас, конечно, когда... Ну, потому что существовал ЕНВД. Да, да, да. Когда его нет, действительно, мы увидим вот в следующем году динамику вот именно в этой части. А вот общий режим, на который могут попасть те, кто сейчас... Не определиться. Да, не определиться, и с 1 января вот ему будет такой сюрприз. А чем он так не подходит предпринимателю, который сейчас на ЕНВД? Ну, наверное, можно рассказывать очень долго. Я кратко буквально скажу сложностью. Сложностью для правильного его применения именно предпринимателям. То есть это полноценное ведение бухучета и налогового учета. Это гораздо большее количество налоговой отчетности. Это, соответственно, специальных норм там очень много, особенно если брать НДС, наук на прибыль или НДФЛ. Соответственно, специальные режимы, они и названы так, не потому, как вы сказали, да, спец... Какой-то там... Звучит так. Да, звучит так. Странно. Специальные налоговые режимы, они создавались для упрощения. Для упрощения, в первую очередь, налогоплательщику, ну и, безусловно, и нам, как налоговым органам, тоже проще это администрировать. Особенно патент, там, по сути, человек изъявляет желание заниматься каким-то видом деятельности, подает нам заявление. Мы проверяем по соответствующим критериям, выдаем или не выдаем патент. Если выдаем, он его оплачивает. Все. Можно я спрошу? Никакой очевидности. Небольшую рекламу, у нас подали заявление мои коллеги на ведение рекламной деятельности, 3 минуты рекламы, не переключаясь, говорим сегодня о том, что пора определиться с ЕНВД и другим налоговым режимом, нашим предпринимателем. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, что предпринимателям, которые сейчас находятся на режиме ЕНВД, один налог на обмененный доход, нужно до конца года, за эти вот эти считанные недели, до самого радостного события, когда наконец-то год закончится, пропадил он пропадом. Нужно наконец-то определиться. У нас сегодня в гостях очень статусные собеседники. Это начальник нашего регионального управления налоговой службы, управления налоговой службы Федеральной Тверской области Александр Белешев и Антон Стамплевский, наш бизнес-омбудсмен. Антон, хотел задать вопрос какой-то. Я хотел спросить про сроки, уточняющие, Александр Сергеевич, потому что иногда мы сейчас, благодаря взаимодействию с управлением, проводим и вебинары, и семинары выездные. На той неделе были в Бежицке, встречались с предпринимателями. Вопросов много по поводу перехода с миненки, по выбору альтернативных, специальных режимов налогообложения. И везде разные сроки. Насколько я понимаю, для патента, если можно и озвучить, прошу, и для телезрителей, для всех, еще раз зафиксировать специальные сроки по патентам. Мы как раз до рекламы про него говорили. Я тогда общие сроки еще раз напомню. По упрощенной системе налогообложения, для того, чтобы ее применять в 2021 году, нужно не позднее 31 декабря текущего года, то есть 2020 года, подать соответствующее заявление о применении упрощенной системы налогообложения со следующего года. Что касается патента, по закону, уведомление о получении патента нужно подать не позднее, чем за 10 дней, до начала осуществления деятельности. Если деятельность планируется к осуществлению с 1 января, значит, получается, это 17 декабря, это крайний срок. Но я думаю, что мы в любом случае будем принимать заявления до 1 декабря, то есть так же, как и упрощенка, до конца года будем принимать и, соответственно, их рассматривать. Я думаю, что, наверное, служба пойдет навстречу таким плательщикам, потому что сроки очень сжатые, а количество налогоплательщиков, которые еще не определились, достаточно большое. Чтобы все-таки по максимуму обеспечить всем возможность выбрать налоговый режим, мы окажем такое содействие. Еще хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что заявление о снятии с ЕНВД подавать не нужно. То есть с ЕНВД все снимутся автоматически, а вот выбор следующего налогового режима, следующий с Нового года, вот он нужен и он важен. Но у меня такой сразу вопрос, а онлайн-то это можно сделать или все-таки можно прийти? Можно, можно. Важный момент. Способов, да, конечно. Сейчас ты слушаешь, да у меня столько дел, конец года, вообще, ну некогда вас дойти, еще приду, у вас очередь. Безусловно. Это личные кабинеты, уже, наверное, популярные, соответственно, личный кабинет индивидуального предпринимателя, личный кабинет юридического лица. Это можно сделать и отправив в почту соответствующие обращения, и лично придя, насколько я помню, с МФЦ мы также договорились на прием соответствующей документации о выборе налогового режима. То есть это не только налоговые органы, мы понимаем, что у нас не так много точек приема, поэтому мы задействовали, спасибо правительству и МФЦ, что они нам в этом вопросе помогают. Соответственно, мы полагаем, что это тоже позволит нам максимально охватить желающих перейти вот на другие специальные, наверное, налоговые режимы с ЕНВД. — Когда есть личный кабинет, то чего проще, да, открыть компьютер, ноутбук, не знаю ли, там, свой телефон, и вот вообще никуда ходить не надо. МФЦ тоже надо все-таки дойти. А тут бизнесмены вроде бы ценят свое личное время, но вот вообще делов-то всего-то. — Знаете, в первый этап пандемии, когда мы тоже говорили, очень оперативно, особенно федеральные органы государственной власти среагировали по поводу сдачи отчетности, чтобы обезопасить людей, да, чтобы не было очагов распространения коронавирусной инфекции. Но по старинке люди ходят, и это могут быть налогоплательщики, там, не обязательно микробизнес, и не те бухгалтера, которые обслуживают компании, даже общественные организации есть. У нас НКО, их много, их несколько тысяч, и они там ногами и в статистику, и в другие органы иногда сдают отчетность. Ну, здесь были шаги предприняты, как раз дали возможности по срочкам, и по бесконтактным способам сдачи отчетности. Очень важный момент. Вот сейчас, мне кажется, тоже актуально именно бесконтактным способом сдавать все документы. — А, ну и ТКС, телекоммуникация тоже. У нас достаточно большое количество даже ЕНВДшников подключено к ТКС, по-моему, порядка 50%. То есть малый бизнес, но тем не менее. — Скажите, ну ТК, интересно людям, а что им, какая альтернатива предлагается? Вот их снимает СНВД, и что? Что им можно предложить? — Можно выбрать. — Ну, давайте, да, еще раз вернемся к вопросу организации. Если это не общая система налогообложения, то это либо упрощенная система налогообложения, либо единый сельхозналог. Единый сельхозналог — это особенности свои, то есть это доля выручки такого предприятия, именно сельхозпродукции, должна составлять более 70%. Соответственно, все остальные, по сути, это только упрощенка, либо общий режим. Какие особенности упрощенной системы налогообложения? Заменяется прибыль налог на имущество, и освобождение от НДС происходит, ну там за редким исключением импорт товаров. При этом при выборе упрощенки нужно определиться с объектом налогообложения, либо доходы, либо доходы, уменьшенные на величину расходов. В зависимости от этого разная ставка. Просто доходы 6% по сути от оборота, а доходы, уменьшенные на величину расходов, это 15% получается от финансового результата, ну грубо говоря, прибыли. Кому выгодны доходы? Тем, у кого доля расходов в сравнении с доходами очень мала. Ну то есть их практически нет, либо они незначительны. Кому выгодны доходы минус расходы, у кого расходы, ну составляют значительную часть, наверное, больше 50% от доходов. Все это можно проверить на наших сервисах. Соответственно, служба разработала несколько сервисов. Это и налоговый калькулятор, выбор подходящего режима налогообложения, и отдельный сервис, который касается как раз бесшумного перехода с ЕНВД, называется вместо ЕНВД какой налоговый режим выбрать. То есть вводя какие-то данные о своей деятельности, там вид деятельности, количество работников, предполагаемый размер дохода, сервис помогает сориентировать, какой режим наиболее будет благоприятен с точки зрения налогообложения. Еще 10 дней назад у нас были вопросы от предпринимателей, связанные с использованием сервиса, потому что не было индексов дефляторов на 2021 год, потому что Минэкономразвитие, ну, федеральное правительство еще к тому времени не опубликовали, и были такие вопросы, и когда мы в деловом центре проводили вместе с ФНС вот вебинары и выездные мероприятия наши, сейчас действительно эти параметры учтены, мы тоже опубликовали, и вот данные, которые есть, индексы дефляторов, и по всем основным разделам, и по ОСН, и по патенту, теперь можно просчитать, по крайней мере, понимать, какие дополнительные расходы, и там, как изменится налоговая нагрузка. Я единственное, что хотел дополнить, по ОСН у нас в этом году действуют пониженные ставки по большому количеству видов деятельности, там, по-моему, больше 40, и по патенту тоже, да, у нас, ну, если по ОСН говорить, у нас 2% по многим видам деятельности, а доходы минус расходы 5, это для IT, по-моему, 7,5, да, по-моему, доходы минус расходы, но, тем не менее, они, по-моему, один год действуют, да, Александр Евгеньевич? Да, мы говорим про... Да, такая льготная мера в период пандемии. Хотелось бы, там, ну, и пользуясь возможностью эфира, к нашим законодателям обратиться, учесть вот эти, скажем так, особенности перехода для тех, кто у нас сейчас на вмененке, для этих, там, 13, больше, чем 13 тысяч субъектов предпринимательства, потому что, ну, это очень важно, сохранить их как налогоплательщиков, и не ухудшить ситуацию. Для этого мы видим, что многие регионы принимают законы по пониженным ставкам, по упрощенке. Вот, но рассчитываем, что у нас будет не хуже. А вот если сравнить с другими регионами, вот, вы в начале беседы сказали, что пока, ну, не спешат, скажем так, бизнесмены наши. Это по всей стране такая тенденция? Ну, трудно говорить за всю страну, но, в принципе, цифры, которые мы видим, говорят о том, что, да, к сожалению, многие оставляют на последний момент принятие такого решения. А может, они не в курсе, на самом деле, как вы думаете, что НВД-то окончательно отменяет? Мне кажется, даже если вот не мы там рассказали, то служба через ТТКС довела точно каждому. Ну, и, я думаю, бухгалтерский работник или кто-то, кто отслуживает предпринимателя, помогает ввести учет. Мы пользуемся помощью различных площадок. Это, безусловно, и предпринимательские наши сообщества все помогают. МФЦ большую работу проводит. Операторы связи, через которых мы получаем отчетность по ТТКС. Те организации, которые задействованы в сфере ККТ, и, соответственно, у них есть клиенты, через них доводим. То есть, на самом деле, информация доводится по различным каналам, очень много, вебинары, семинары постоянно. И наша программа, она тоже, я надеюсь, поможет кому-то получить нужную информацию и сделать правильный выбор. То есть, вы думаете, все в курсе, просто как-то то ли забеглись, то ли, не знаю, как это объяснить? Вот, все в курсе. Личный кабинет есть, никуда идти не надо. Вот чего, казалось бы, то? Тянуть. А действительно, на дворе-то уже первый декад месяца подходит к концу. Ну, я вот, как сказал, там, некоторое время не было полных параметров, чтобы расчет произвести. Мне кажется, когда выбор осознан, это правильно. Конечно, не надо затягивать. До последних чисел декабря и 17 декабря надо помнить для тех, кто патент хочет получить и вести деятельность 1 января следующего года. Вот, а так предприятия всегда считают, считают, во что это вылится, где, скажем, на каком виде будет комфортнее работать нормально. Ну, здесь, наверное, нужно сразу проговорить про те федеральные изменения, которые произошли с точки зрения, ну, вот именно так называемого бесшовного перехода с ЕНВД. Да, да. Чтобы, ну, максимально гладко для предпринимателей вот этот переход произошел. Что произошло? Ну, по упрощенке, опять же, вспоминаем, что на ЕНВД никак не учитывалась выручка. Соответственно, там могла быть выручка очень значительной. По упрощенке со следующего года были подняты по сравнению с действующим годом параметры численность со 100 человек до 130 увеличена. То есть, вот этот предельный параметр, при превышении которого люди в организации слетали с упрощенки. Теперь это 130 человек. Выручка была 150 миллионов рублей, теперь 200 миллионов рублей, ну, со следующего года. По патенту, что произошло? Это была система налогообложения, которая, в отличие от остальных, не учитывала те страховые взносы, которые платили предприниматели. Со следующего года возможность их учитывать и уменьшать. Правда, постфактум, то есть сначала нужно будет оплатить патент, оплатить страховые взносы, а потом уменьшить уже уплаченный патент на сумму страховых взносов. За себя, если нет наемных работников в полном объеме, если есть наемные работники, то не более 50% от стоимости патента. Это тоже существенное подспорье и, соответственно, это такой козырь для перехода. С точки зрения патентной системы налогообложения, это возможность как раз заманить на эту систему налогоплательщиков, скажем так. Это вот основные изменения. Ну и плюс еще федеральным законом, скажем так, принят такой переходный период, первый квартал следующего года. Четыре таких крупных вида деятельности, которые раньше были на вмененке. Ввиду того, что патент предполагает, чтобы субъект определился с теми видами деятельности, которые он переводит на патент. Федеральный законодатель сказал, что пока субъект не определится, у всех есть три месяца, то есть по 31 марта включительно 2021 года, когда патент будет рассчитываться для всей страны по одинаковым правилам. И эти правила предусматривают, по сути, то же состояние дел, как при ЕНВД. То есть не ухудшится положение платильщиков. Это у нас общепит, торговля, техобслуживание, автомастерские и стоянки. То есть это основные виды деятельности, которые были на ЕНВД, их не было на патенте. Соответственно, по ним наиболее сильно бы ударило отмена ЕНВД, будет такой некий переходный период. Это федеральные органы позаботились о том, что если регионы не успевают разработать и принять какие-то свои региональные законы, что, конечно, для меня странно, потому что мы еще в колокола по отмене начали бить по отмене в декабре прошлого года, потом разрабатывали законопроект и направляли его тем, кто имеет право законодательной инициативы, для тех, кто на маркировке. Они годом раньше потеряли возможность на минюнке торговли лекарственными средствами, аптеки в первую очередь и так далее. И бизнес-сообщество заранее говорило, давайте как-то принимать решение. Ну и, насколько я еще понял, то есть, Александр Евгеньевич сказал, в части общепита и розничной торговли изменились параметры по площади. Да, увеличено. Вот это тоже важный момент, потому что для некоторых 50 квадратных метров было недостаточно. То есть, их увеличили до того размера, который позволял раньше применять ЕНВД. 150 квадратных метров. Это общепит и торговля. Вот это бесшовный переход. А вообще, какая-то помощь оказывается плательщикам, если они что-то недопонимают и так далее? Или все, как мы говорили, все разъяснено и осталось только галочку поставить? Ну, я еще раз напомню, что в первую очередь это разработанный сервис ФНС, которым можно обратиться, посмотреть. Если что-то будет непонятно, то, безусловно, можно обратиться, скажем так, по старинке и по телефону в наш адрес. Это и бесплатный телефон федеральный 8 800 222 2222 и телефон регионального управления нашего 50 67 21 и 50 67 19. По этим телефонам можно задать любые вопросы, касающиеся бесшовного перехода с ЕНВД на другие режимы. Мы постараемся ответить. Кроме этого, еще проводятся семинары, о которых мы говорили. Можно следить. Я думаю, Антон Владимирович размещает информацию, в том числе. Транслируем мы в социальные сети информацию и в мессенджерах рассылаем. Телеграм-канал у нас, заступник для бизнеса, многие на него подписаны. Я хотел сказать спасибо, Александр Анатольевич, за то, что сотрудники открыты к диалогу, потому что мы выездные семинары проводим для предпринимателей именно по переходу с Миненки. Они дают свои прямые телефоны подразделений. Прямо звоните, задавайте вопросы. Помимо многоканального телефона, понимаем, что на всю страну могут быть технические возможности, какие могут быть вопросы. А прямой телефон всегда отделы по работе с налогоплательщиками. Люди обращаются, задают. И в инспекциях тоже прямые вопросы, прямые ответы. Это очень важно, что информация такая открытая. И действительно, какие-то сложные моменты, какие-то технические моменты, связанные с бухгалтерским учетом, такие детали, нюансы, они прямо скрупулезно разбираются. Дорогие телезрители, я вас призываю задавать прямые вопросы, чтобы получить прямой ответ из уст бизнес-омбудсмена, а также руководителя нашего регионального управления ФНС. Звоните 3190. Если вам что-то непонятно по отмене ЕНВД, куда вам пойти, на какой режим себя перевести, звоните 3190. Самый прямой ответ получит, когда еще такая консультация персональная. Из уст руководителя нашего регионального управления будет. Может быть, наши телефоны, там, бегущей строкой еще сделать. Вдруг кто-то не успел записать. 8 800 222 22 22. И наши региональные телефоны 50 67 21 50 67 19. То есть, вот как раз слушаю, просто удивляюсь, сейчас такие, знаете, времена, когда все уходят на эти федеральные многоциферные номера и сокращают какие-то свои региональные конкретные места. То есть, наше ФНС по-прежнему работает напрямую с земляками, да? Не планируете окончательно уйти на вот этот 8 800? Ну, мы стараемся. То есть, этот телефон в любом случае, он всегда у нас доступен для связи. Но пока что полагаем, особенно вот при таких ситуациях, когда затрагивает большое количество людей, использовать в том числе дополнительные телефоны, куда либо сажаем, либо дополнительно нагружаем сотрудниками соответствующей разъяснительной функции. Ну, потому что без этого никак. Действительно, законодательство серьезно меняется. Сейчас период пандемии. Может быть, и это сказалось вот на том, что все были отвлечены, конечно, на меры, на принятие мер, да, на экстренную там разработку каких-то нормативных актов. Поэтому вот так вот. На конец года. Да, хотел заметить, хорошая традиция стала публикацией типовых вопросов и ответов. Я знаю, что и федеральная служба в регионы распространила эти вопросы и ответы. И я и мои коллеги в других субъектах Российской Федерации мы доводим до предпринимателей их. Ну, и у нас практика сложилась, вот когда мы на базе нашей областной библиотеки имени Горького, да, в деловом центре проводим. Там у них сейчас зум-конференции на многие муниципалитеты. Сразу вот мы проводили вместе с коллегами из управления Федеральной налоговой службы. По итогам письменно, которые в чате там, онлайн задают предприниматели вопросы. И мы потом письменные ответы на них тоже публикуем. Часто они повторяются. Мы поставили такую задачу, чтобы в доступе и в письменном виде тоже были такие ответы. На некоторые, может быть, и вопросы нет, может быть, сразу ответов, да, и требуются какие-то официальные разъяснения. Здесь тоже мы, по крайней мере, взаимодействуем с управлением и по линии общественного совета, и в рабочем порядке всегда получаем так достаточно оперативно информацию. Да, но мне интересно, у тебя в силу работы предполагается именно прямое общение с бизнесменами, но тоже ведь наверняка понимал вопрос, ребята, почему не переходите, чего тянете, что говорят-то вообще? По-разному мы такой блиц даже проводили. Те, кто перешел, те, кто выбирает патент, там, Ирина Сельхоз, налог, упрощенку, такие вещи стараемся спрашивать. Для части предпринимателей было непонятно все-таки, как исчислять. Ну, например, по грузоперевозкам. Такая сложная тема, да, у нас так получилось, что в прошлом, по-моему, году изменились ставки в региональном законе. И если сейчас грузоперевозчики, а их потенциально возможный доход, да, извините, потенциально возможный доход. Ну, вот по разным данным мы считали, там, когда речь идет о расчетах 90 тысяч на одну тонну, для тех, у кого там автомобиль 19 и свыше тонн, нагрузка там от 100, там, расчеты приводили нам предприниматели 150, 160 и даже 170 тысяч рублей. Разные расчеты. Вот. И мы договорились, давайте сделаем следующим образом, да. Во-первых, просчитаем альтернативу, почему бы вам не попробовать ОСН доходы минус расходы, если у вас большая расходная часть, о чем Александр Геевич говорил. И второе, все-таки, ну, типовой возьмем расчет, вот даже предлагали предпринимателям представить свои расчеты, свои издержки, показать, связаться с коллегами из управления Федеральной налоговой службы и посмотреть, насколько действительно вырастет налоговая нагрузка. Ну, в части грузоперевозок это такая исключительная ситуация, она у нас там, ну, действительно, такие условия, как мне кажется, неконкурентные в сравнении с другими регионами. Но мы рассчитываем, что тоже здесь будут изменения и патент для грузоперевозчиков как раз, скажем так, сгладит тот переход в связи с отменой ЕНВД. А почему у нас такие условия неконкурентные? Ну, здесь не совсем к нам вопрос, ни у нас, ни у управления нет, тут правозаконодательные инициативы. На тот момент предприниматели большинства были именно на ЕНВД. Вот, а поскольку сейчас им надо выбирать, и многие рассматривают для себя патент, то получается, что для них нагрузка может быть существенной, и они выбирают, смотрят. Важно здесь как раз вот через наше законодательное собрание, через ту инициативу, которая может от правительства идти, как раз вот предусмотреть потенциальные издержки для бизнеса, хоть и оценка регулирующего воздействия, к сожалению, опять же, не проводится по законопроектам, связанным с налогами. Но тем не менее, все-таки думаем, что обсуждение на площадке законодательного собрания и в профильных комитетах как минимум будет. И здесь мы традиционно готовы саккумулировать, скоординировать действия наших деловых сообществ, и торгово-промышленный палат, опоры России, деловой России и других наших объединений, с тем, чтобы как раз показать расчетами, насколько это будет посильно и насколько предприниматели могут дальше развиваться. Интересно, что будут делать те, которые скажут, что им это не посильно. Год-то непростой все-таки. Сколько сейчас предпринимателей были, у меня же как на эфире говорят, что вот только-только они не отошли даже от этих локдауна, который был введен, что не вышли на прежние объемы, тяжело им, тяжело. Сложно, но, знаете, некоторые регионы делают такие тоже в законодательстве в своем, ну, не знаю, уловке, что ли. По-моему, Удмуртская республика первая, да, такой закон приняла для тех, кто регистрируется к ним из других регионов. Они делают ставку по упрощенке, там, 1%, некоторые, там, 1,5%. Символически, то есть? Да, символически, некоторую нулевую устанавливают. Мы смотрим сейчас. И мы, в принципе, такое предложение тоже направили в правительство с тем, чтобы и национальный проект выполнить для экономического блока, с одной стороны. С другой стороны, мотивировать предпринимателей все-таки открывать бизнес у нас в регионе. А каких вы хотите подмосковных, к примеру? Да, почему нет? Ну, надо сравнивать ставки. Предприниматель всегда выберет, где ему удобнее вести бизнес, где комфортнее. То есть, думаю, найдутся вот какие-нибудь клинские, те же самые, ну, берем подмосковные, которые в нашу сторону обращены. Мне сейчас кажется важным, чтобы от нас не уходили тоже, как в части грузоперевозок, да, потому что здесь есть такая, ну, определенная сложность. Ну, и предприниматели регистрируются. Даже вот то, что мы про самозанятых говорили тоже. Это, я знаю, примеры, когда действовал человек на территории другого субъекта, а потом по ряду обстоятельств вернулся, зарегистрировался, открыл свое дело у нас. Александр, вы верите в это, что получится с таким образом привлечь к себе еще дополнительных, не только своих удержать? Ну, здесь еще нужно смотреть с точки зрения каких-то других, там, может быть, преимуществ ведения деятельности на территории того или иного субъекта, да, там, поддержка со стороны, там, региона, я не знаю, там, субсидии, там, инфраструктура и так далее. Поэтому здесь, наверное, такой очень сложный вопрос. Это решение должно приниматься так очень выверенно, потому что прекрасно понимаем, что можно сделать меньше ставки, да, меньше собирать налогов, но там предприниматели будут развиваться. Может быть и так, а может быть это приведет просто к тому, что ставки станут меньше и никакого положительного эффекта мы не достигнем. Почему же так? Ставки меньше положительного эффекта не достичь? Ну, в том числе, может быть, потому что в другой области ставки будут еще меньше. Ну, просто, я не знаю, это такая очень интересная история. Насколько вообще субъект может вот так делать, тоже большой вопрос, я не знаю, потому что категория плательщиков определить как перешедшие из другого субъекта, на мой взгляд, это странно. Мы здесь в этой части ратуем за то, чтобы ставки, ну, по тому же патенту и по упрощенке, они, ну, по крайней мере, не сильно превышали нагрузку, которая была с вмененкой связана. Вот мы на примере работы с маркированными товарами приводили расчеты. Нас Минфин региональный просил, и там рост в разы. Понимаете, это не на проценты, не на десятки процентов, а в разы рост. Поэтому вот здесь как раз сейчас очень важный момент для всех органов государственной власти, мне кажется, законодательного собрания, правительства Тверской области, принять очень четкое взвешенное решение. Но его можно, знаете, тут две точки зрения. Можно начать перебирать виды деятельности, и кто-то будет говорить, это приоритетный, это неприоритетный, и всегда кто-то окажется ущемленным. Вот мы такой подход не раз проходили, когда начинаем углубляться в виды деятельности и говорить, почему этот приоритетный, а этот нет. У нас в пандемии была такая история, помните, производственной деятельности, где один-два субъекта предпринимательства дали пониженную прощенку, а непродовольственной розницы или отдельным видом бытовых услуг депутаты не дали. Это история такая всегда про справедливость. Мне кажется, можно пойти на переходный период, на 2021 год, как минимум, другим путем и установить общее понижение, упрощенки, например. Я вижу, как это делается, читаем законопроекты других субъектов. Ну, Тюменская область сложно сравнивать, конечно, другие ресурсы и так далее. В том числе, благодаря грамотному управлению, ресурсы мало иметь. Она считается одной из самых у нас динамично развивающих регионов. Ну, у нее все-таки разные стартовые возможности. Понятно, конечно. Совсем правильно. Все их нефтегазные ресурсы. Ну, и в ЦФО ряд субъектов идут для того, чтобы сделать 3-4% для всех. Наверное, может быть, на переходном этапе для тех, кто был на Вмененке, это будет более справедливо. Опять же, все надо читать. Я согласен с Александром Евгеньевичем. Надо смотреть. Ну, здесь нужно вспоминать про НПД, где федеральные ставки 4-6%. Делаешь меньше, получается, невыгодно даже НПД. Про НПД тоже мы не говорили, да, тоже для телезрителей, какие ставки, какие возможности. Мы ужинали ни одну передачу. Так, если только напомнить. Ну, постоянно, да, напоминаем, но, видите, чем лучше, тем... Да, чем честь. Еще один пласт, тогда, Роман, я перебью, как раз про пласт обязательно, у нас просто телефонный звонок там показывает коллегия. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос к руководителю налоговой службы. Я предприниматель из Торшка сдаю объекты недвижимости в аренду, а это имею патент в этом году уже несколько лет. Хотел подать заявление на патент, но мне говорят о том, чтобы я что-то подождал, что меняется какой-то закон и, скорее всего, будут какие-то изменения. Но я опасаюсь того, что до 17-го числа, если я протяну, то я уже не получу этот патент. И правомощно ли действия налоговых инспекторов, вот чтобы они что-то ждать, потому что они в течение пяти дней обязаны выдать этот патент, а у них нет ясности. И второй вопрос, если я его все-таки получу, то если выйдет этот закон, то это пересчитается стоимость этого патента, либо еще какие-то вопросы, если можно как-то прояснить ситуацию. Я рекомендовал бы все-таки подать заявление на получение патента, как мы уже сказали, 17 декабря, но по законодательству будем ориентироваться, в первую очередь, на него. У нас срок для подачи такого рода документов в налоговый орган, чтобы в 2021 году применять патент. Что касается какой-то возможности пересмотра, скажем так, показателей, которые повлияют на величину патента, если это приведет к уменьшению стоимости патента, то, соответственно, можно обратиться за перерасчетом стоимости патента. Здесь проблем никаких не будет. Поэтому моя рекомендация не ждать, все-таки подать документы на получение патента. Ну, то есть мы в сторону ухудшения не видим оснований, наверное, и каких-то намерений. Поэтому, да, надо подаваться. Опять-таки нужно понимать, что патент оплачивается у нас двумя частями. Ну, если мы говорим про годичный патент, наверное, самый популярный, да? 90 дней сначала пользования патентом 1 треть, и до конца действия патента оставшиеся 2 трети, если я ничего не путаю. Соответственно, в течение первого квартала... Ничего, что сейчас в последней неделе года все равно, да, не имеет значения. В смысле? Ну, говорится, оплатить частями можно. То есть не задача оплатить до конца года, чтобы-то не стало. Нет, я говорю про новый патент. Вот в первом квартале 3 месяца можно будет заплатить 1 треть. То есть, соответственно, к этому моменту уже будет понимание, произойдет ли что-то на региональном уровне. Соответственно, если что-то произойдет, это уменьшит стоимость патента, то, соответственно, можно будет просто перерассчитать и оплатить уже меньше. То есть сейчас никто ведь не обязывает платить в момент обращения за выдачей патента. Пожалуйста. Есть еще достаточно длительный срок, в течение которого, я думаю, ясность у нас будет. Ну да, 90 дней на раздумье, а дальше еще, да, возможно, скорректировать. Ну, тоже хорошо. Антон, хотел какие-то вопросы? Я хотел, может быть, в части вмененки, что Роман сказал до конца года. Предприниматели спрашивают, надо ли сдавать отчетность по ЕНВД. Ну, надо, они же вели деятельность в последний квартал. Да. То, что с 1 января не будет ЕНВД, не означает, что не нужно отчитаться за 4 квартал 2020 года. По тем же правилам, которые сейчас действуют. То есть ничего не сгорает и не обнуляется? Ну, сгорают и обнуляются такие же. Надо завершить этот режим в полном объеме. То есть сдать отчетность, заплатить налог, соответственно, в январе. Да, бросать ничего не нужно все-таки, да. Есть отчетный период, спокойно завершить действие, согласен, и уже идти по новому пути, по выбранному способу, альтернативному налогообложению. А мне хочется спросить, у нас предприниматели очень часто упрекают наш государство, то, что государство говорит, все, теперь больше никаких не новых налогов, ну, будем играть по нынешним правилам, все. Но все играть, что-то новое происходит. Как вы думаете, вот теперь сейчас ситуация окончательно у стаканцев с планом, вот что вот, кто-то по патенту может работать, кто-то там самозанят и так далее. Или что-то еще может новое появиться? Ну, трудно сказать. У нас динамичное очень время, все меняется. Ну, все время динамично. Ну, по самозанятым, как я понимаю, есть фиксация. По самозанятым это проект на 10 лет, то есть по 31 декабря 2008, так получается, ничего в сторону ухудшения для самозанятых не может произойти. Это прописано на законодательном уровне. То есть ставки не увеличатся, а предельный доход, который позволяет применять этот режим, наоборот, не уменьшится. То есть он может только расти, а ставки могут быть Ну, кстати сказать, это так называемое, ну, можно это сравнить с гарантиями прав инвесторов, что тоже по пути не ухудшения условий, это же один из ключевых параметров этого инвестрейтинга и регионального стандарта инвестиционного климата. Насколько я знаю, сейчас полуобластная прокуратура разработала законопроект и внесла в законодательное собрание вот как раз вот этот пункт в наш областной закон по инвестиционной деятельности, чтобы там черным по белому было зафиксировано для предпринимателей, для инвесторов, что в течение реализации инвестиционного проекта правила игры, условия не могут ухудшаться. Мы даже не можем поменять условия игры, а по правилам игры мы сейчас вынуждены выпустить еще одну рекламу, а потом подъем итоги программы. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня напоминаем всем нашим предпринимателям, кто находится на режиме ЕНВД, о том, что сказочка заканчивается, наступают новые реалии, они, как нам рассказали, не хуже, они просто другие, просто потому что время поменялось, и ЕНВД теперь режим уже устарел, он перестал в чате современным реалием, поэтому мы хотим напомнить, что до конца месяца вам надо определиться. Александр, все мы озвучили, да, что можете еще раз, вот, так сказать, напоследок, осталось две с половиной минуты, сказать вашим, так сказать, партнерам, подопечным, даже не знаю. В первую очередь обратиться к нашим сервисам, почитать внимательно, посмотреть, ввести свои параметры, параметры своей деятельности, численность, вид деятельности, выручка, покажет вам предлагаемый вариант налогового режима. Для неопределившихся. Для неопределившихся. Если после этого остаются вопросы, можно позвонить, телефоны мы уже называли. Если, и, соответственно, определившись до, по упрощенке, до 31 декабря, по патенту до 17, не позднее 17 декабря, подать соответствующие документы в наш адрес. Не сделайте этого, будете на общей системе. Общая система, да. Вот это надо понимать. Особенно это касается, конечно, микробизнеса, для которого это будут совсем новые реалии, и по налоговой нагрузке, и по администрированию. То есть, по сложности, по отчетности, конечно, да. Придется вести бухгалтера. Служба предупреждает об этом и говорит, выбирайте, делайте осознанное решение. Соответственно, напомню, что те виды деятельности, которые раньше были на НВД, они могут применять патент. Четыре вида деятельности. То есть, будет переходный период, три месяца с следующего года, 2021 года, когда общепит, торговля, автомастерские и стоянка. Расчет патента будет произведен по правилам федерального закона, и ухудшать положение плательщика это не будет. После этого будет разработан, вернее, в течение этого времени будет разработан региональный закон, который, я думаю, максимальное число видов деятельности включит в патент. Соответственно, после марта можно будет применять основание регионального закона. Антон, а по твоему ощущению, ты общаешься, предприниматель напрямую, вот кого больше, тех, кто просто руки не дошли, чтобы поставить галочку, или кто действительно еще не въехал, что называется, не определился искренне? Мне кажется, больше тех, кто просчитывает, думает. До сих пор, то есть, не определились, прикидывают? Да, прикидывают, они в процессе, многие, видно по тем вопросам, прям люди детально погружаются, и все-таки ждут решения от региона, потому что они видят, что в соседних регионах, даже там Ярославской появился законопроект, других решений принимаются. Это важный момент, и предприниматели здесь тоже хотят понимать, насколько переход будет обеспечен бесшовным. Спасибо большое, была программа «Тема дня», мы сегодня напоминали предпринимателям, что ЕНВД заканчивается, поэтому, пожалуйста, еще раз все взвесьте, время, конечно, есть, но уже немного, не тяните до последнего. Пожалейте, самое главное, прекрасных дам, которых очень много работает в нашем управлении налоговой службы, не загружайте их работу 31 декабря, им же еще салат резать. Спасибо большое, с приближающим Новым годом, до новых встреч. Спасибо.